Ребят, всем привет! Как и было мной обещано, представляю вашему вниманию сравнительный мега-обзор лучших смартфонов в среднеценовом сегменте от разных брендов, в котором примут участие Honor 30s, Xiaomi Note 10 Lite, Realme 7 Pro, Poco X3, Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 и Realme V5. А сразу предупреждаю, обзор будет не быстрым, но зато подробным и максимально информативным, с начислением соответствующих баллов и итоговой таблицы в конце, с помощью которой вы сможете подобрать для себя самый подходящий вариант. В описании под видео привычно размещены ссылки, где вы можете привести данные аппараты. В наших магазинах они, само собой, стоят немного дороже, но зато есть уже включенная стоимость годовой гарантии, да и ждать не так долго, как из Китая. Но для любителей подешевле, ссылки на проверенный продавцов с Алиэкспресс тоже смотрите ниже, где брать дело индивидуальное, так что выбор за вами. Ну а перед началом напоминаю про лайки, дизлайки и любые комментарии. Активность зрительской аудитории очень важна для YouTube, потому как помогает продвигать видео в рекомендациях и, соответственно, набирает большее количество просмотров. На подобные ролики уходит немало сил и энергии, так что от вашей поддержки зависит скорейший выход сравнительных мегавзоров. Заранее всем спасибо за содействие, но мы начинаем. Начнем с комплектации. Значит, что объединяет? Инструкция, скрепка во всех смартфонах для изучения лоткапа и сим-карты есть, а также кабель битой PC уже во всех аппаратах у нас поставляется. Ни микровизи, слава богу, от него уже отказались. Потом силиконовый чехол у нас присутствует в этих семи смартфонах. У Honor 30s силиконового чехла нет, но зато у него в комплектации есть такая вот бюджетненькая гарнитура. И по зарядному устройству. В принципе, вот в этих смартфонах у нас 30-ваттное зарядное устройство, у этих двух 33 ватта, но все равно смартфоны заряжаются с мощностью в 30 ватт. Honor 30s имеет 40-ваттное зарядное устройство, а вот Realme 7 Pro самая мощная 65-ваттная. И это, безусловно, более выигрышная ситуация. Ну и также вот Realme V5 у нас имеет зарядное устройство китайского образца на 30 ватт, но переходник под наши розетки продавцы бесплатно предоставляют. И также следует сказать про защиту на экране. То есть у Minu 10 Lite пленки из коробки защитной не было, во всех остальных случаях смартфоны из коробки уже имеют защитную пленку, поэтому покупать ее не нужно. А так, в принципе, больше по комплектации сказать нечего. Выборство решения во всех смартфонах присутствует достаточно неплохой. Теперь давайте посмотрим на информацию по габаритам и диагоналям. Самые два компактные смартфона это у нас Minu 10 Lite и Realme 7 Pro, а самые большие по габаритам и диагоналям это у нас Poco X3 и Redmi Note 9 Pro. Значит, что мы видим в верхней части? Расположение разговорного динамика и также реализации фронтальных камер. Где-то в так называемых вырезах, где-то в так называемых капельках. Как по мне, самое грамотное расположение это вот в левом верхнем углу, где камера не особо будет раздражать и мешать во время использования. Хотя тут все больше на любителя. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Индикатор событий у нас присутствует только в двух смартфонах. Это Poco X3 и Redmi Note 9 Pro. И также следует видеть эти два аппарата, потому как тут есть функция Always On Display в какой-то мере. Она немного нивелирует отсутствие индикатора событий. И теперь давайте посмотрим на толщину нижнего подворотка. Где-то он более компактный, но где-то более ощутимый. На верхней грани во всех аппаратах видим отверстия микрофона громкосвязи либо шумоподавления, за исключением Realme 6. И также в Redmi Note 9 Pro, Poco X3 и Mi Note 10 Lite вверху расположился икопор для управления бытовой техникой. Кстати, на Poco X3 также есть еще отверстие для динамика, которое будет положительно сказываться на стереозвучании. С правой стороны во всех смартфонах расположилась кнопка управления питанием. Кстати, в этих шести аппаратах в нее встроен сканер щетков пальцев. В Mi Note 10 Lite и Realme 7 Pro у нас сканер встроен сам экран. Ну и также в смартфонах Redmi Note 9 Pro, Poco X3, Mi Note 10 Lite и Honor 30s с правой стороны расположилась кнопка управления громкостью. А вот в Mi Note 10 Lite еще с правой стороны внизу расположился лоток под 2 на 7 карты. На нижней грани во всех смартфонах присутствует разъем USB Type-C по центру, перфорация для разговорного динамика, отверстие для разговорного микрофона и также 3,5 джек для наушников во всех смартфонах у нас тоже присутствует. Ну и с левой стороны во всех аппаратах расположились лотки под сим-карты, за исключением Mi Note 10 Lite и в смартфонах Realme кнопки управления громкостью. В Honor 30s и Mi Note 10 Lite лоток у нас только под 2 на 7 карты, то есть microSD, к сожалению, память вы здесь расширить не сможете. В Poco X3 и Realme V5 лоток комбинированный, либо 2 на 7, либо на 7 и microSD карточку можно установить, придется выбирать. Во всех остальных случаях лотки полноценные, жертвовать вам ничем не придется. А что мы видим сзади? Расположение наших основных камер, реализация немножко по-разному сделана, кому-то нравится один дизайн, кому-то другой, я сейчас это обсуждать не буду. Значит, камеры у нас все имеют по 4 модуля и также со вспышками. В Mi Note 10 Lite у нас 2 двойных вспышки. Ну и также сзади надписи наших компаний Realme, Poco, Redmi. Значит, что можно сказать по материалам корпуса? На первое место я ставлю Mi Note 10 Lite, потому как у него боковая грань выполнена из металла, задняя крышка выполнена из стекла. На второе место Honor 30s с Realme 6 Pro и Redmi Note 9 Pro, потому как у них задняя крышка выполнена из стекла, но вот боковая грань выполнена из пластика. Все остальные смартфоны у нас полностью пластиковые, то есть в этом плане по материалам корпуса они будут, конечно, проигрывать. Пластик царапается значительно проще, чем стекло. Значит, касаемо эргономики. Ну, само собой, чем компактнее смартфон, тем он лучше лежит в руке. На первое место я поставлю Xiaomi Mi Note 10 Lite, потому как, ну, у него здесь имеются такие вот закругления 3D, как спереди, так и сзади. Несмотря на то, что он самый такой вот толстый из представленных смартфонов, но вот лежит в руке, он реально очень удобно. То есть и свайпать влево-вправо удобно, и так вот держать. Ну, ощущается, что смартфон у нас такой вот имеет премиальное материало корпуса, и поэтому по эргономике, безусловно, он на первом месте. Ну и на второе место я, наверное, поставлю Realme 7 Pro. Он тоже достаточно легкий, компактный, в руке лежит удобно. Ну, в принципе, эргономика у него хорошая. Остальным смартфонам я поставлю, наверное, одинаковый балл, потому как, в принципе, большой разницы между смартфонами я особо не увидел. То есть все они лежат примерно в руке одинаково. Но по внешнему виду и дизайну это уже каждому на любителя. То есть кому-то нравится один дизайн, кому-то другой, но в целом все смартфоны смотрятся достаточно неплохо. Все смартфоны работают под управлением фирменных прошивок на базе 10-го Android. Прошивки во всех случаях глобальные, с поддержкой беспроводного обновления и с полноценным переводом на русский язык. Realme V5 изначально смартфон предназначен для китайского рынка, поэтому тут у нас китайщины хватает и Google сервисов из коробки не было. Но на самом деле они устанавливаются буквально в два клика и все китайские приложения также можно удалить без проблем. Значит, на Huawei Honor Google сервисов вообще нет и установить их очень проблематично, только через удаленный рабочий стол. И то полноценно они здесь работать у вас не будут. Во всех остальных случаях, ну, как бы, Google сервисы предустановлены и никаких проблем и танцев с бубном у вас вообще не будет. Значит, в целом по прошивкам могу сказать, что функционал у них примерно соизмерим. То есть, есть темная тема, можно регулировать статую температуру дисплея, умные жесты присутствуют, также там разделение экрана, то есть функционал у прошивок стоит на одной ступени. Но я выделю то, что все-таки вот Realme UI немножко лучше прошивки, потому как у них, как примеру, есть запись замков, чего, к сожалению, нет у MIUI и Magic UI. Но так, в принципе, по прошивке, по работоспособности системы у всех смартфонов все в порядке. Давайте сопоставим работоспособность систем. Для этого очищаем приложение из памяти и запускаем ряд стандартных приложений, таких как Play Market, Chrome и YouTube. В целом разница, конечно, есть, но не сказать, что она сильно катастрофическая. В этих двух аппаратах установлены процессоры от Mediatek, более новые процессоры Dimensity 720 и всем уже известный Heligine STT. В этих смартфонах установлены процессоры от Snapdragon 720G, 730G и 732G. Здесь неправильно указано. И в этом аппарате фирменный чип от Huawei Kirin 820. А также можете посмотреть информацию по графическому чипу. Обращаю ваше внимание, что у 720G и 732G он одинаковый, но при всем при этом различается именно тактовая частота. Чем выше тактовая частота, тем, соответственно, ситуация будет немного лучше. Теперь давайте посмотрим на модификации оперативной постоянной памяти. Также вся информация перед вами. Тоже, чем более повышенная тактовая частота имеет число, тем, соответственно, ситуация лучше. Ну и UFS 2.1, в принципе, во всех смартфонах у нас установлена. Посмотрим на результаты тестов Antutu. Обращаю ваше внимание, что на общее количество баллов влияет еще набор оперативной постоянной памяти, поэтому вот в этом случае, видите, результаты немножко ниже. Что тут можно констатировать? То, что, в принципе, вот эти смартфоны по мощности примерно стоят на одной ступени, а вот Kirin 820 прилично вырывается вперед. То есть мощность этого процессора на голову выше всех остальных. Далее смотрим на результаты Geekbench 5-й версии многоядерного и одноядерного потока. Ну, что тут сказать? Тоже примерно плюс-минус на одном уровне, разница не столь уж критичная, а Kirin 820 тоже уходит вперед. Далее смотрим на результаты графического теста 3DMark. Как видим, тоже ситуация примерно соизмеримая. Здесь уже видно, что Poco X3 немного вырывается вперед, потому как тут графический чип немного имеет разогнанное ядро. Ну и Kirin 820 безоговорочный лидер. Здесь тоже он на голову выше всех остальных. Теперь смотрим на результаты 6-минутного троттлинга теста на 100 потоков. Что тут можно констатировать? Что, в принципе, нигде такого вот особого троттлинга я не заметил. В целом, все смартфоны с этим тестом справляются очень даже бодро. Да, конечно, у Kirin G10TT вроде бы как показатели изначально больше всего падают, но не сказать, что прям-таки сильно он отрывается от всех остальных конкурентов. Понравился Realme 7 Pro. Здесь самая такая вот стабильная ситуация. Ну и Honor 30s. Все-таки значение гипса у этого смартфона наивысшее. Ну и напоследок смотрим из результаты тестов скорости, оперативной и постоянной памяти. Как видим, тоже ситуация плюс-минус схожая. Вот Realme V5 начинает немного вырваться вперед по постоянной памяти. Ну и Honor 30s как по постоянной, так и по оперативной памяти тут тоже является безоговорочным лидером. Касаемо датчиков. Основной убор, в принципе, везде соизмерим. Магнитный сенсор, гироскоп, при сближении освещения все во всех смартфонах у нас есть. Следует выделить то, что Realme V5, к сожалению, не имеет модуля NFC, потому как он не предназначен на глобальный рынок. А смартфоны Xiaomi, напротив, могут похвастаться еще и каппортом для управления бытовой техникой. Мультитач во всех смартфонах у нас полноценный на 10 касаний. С Wi-Fi модулем также проблем нигде не замечено. Поддержка полосы в 5 ГГц везде у нас есть, и через 4 стены везде сигнал пробивает уверенно. Сопоставим работу сканера четков пальцев. Значит, боковые сканеры отрабатывают Realme немного быстрее, чем на Xiaomi. Давайте я вам сейчас это продемонстрирую. Ну вот как-то, скорее всего, от оптимизации прошивки играет свою роль. Но вот я заметил, что на Xiaomi на доле секунды немножко медленнее сканер боковой отрабатывает. У Realme же они отрабатывают, можно сказать, молниеносно. Поэтому в этом аспекте самую малость Xiaomi чуть-чуть уступает Realme. Но опять-таки, не сказать, что разница сильно катастрофическая. В целом, пользоваться и там, и там можно без проблем. Сканер в экране, в принципе, отрабатывает тоже хорошо. Может быть, боковому он самую малость уступает, но не сказать, что прямо-таки сильно катастрофический. Так что в целом, как бы, пользоваться можно сканером и в экране, и боковым без каких-либо проблем. Опять-таки, вот сканер в экране на Xiaomi, мне кажется, немножко медленнее, чем на Realme. Так что это, мне кажется, вот именно от прошивки еще зависит, насколько хорошо он оптимизирован для работы сканера в экране. На Honor сканер боковой, в принципе, на уровне с Realme распознают по скорости. Так что в целом, все сканеры и боковые сбоку работают везде хорошо. Далее давайте остановимся на экранах. Значит, в этих двух аппаратах у нас установлены матрицы AMOLED, в остальных смартфонах IPS. Но выделю тот аспект, что в этих трех смартфонах часто обновление экрана повышенное, 90 Гц, а в Poco X3 вообще 120. И благодаря этому, конечно, вот такая вот картинка будет более сглаженной и плавной, если там свайпать влево-вправо. Давайте смотрим по насыщенности, как смартфоны себя проявляют. В целом, могу сказать, что, в принципе, дисплей везде хороший, качественный, яркий. Плюс можно в настройках везде откалибровать насыщенность дисплея, тон немножко сделать более холодный, более теплый оттенок. Это все у нас дело настраивается. 90 и 120 Гц, конечно, экраны будут более премиальные за счет того, что все-таки часто обновление экрана решает. Особенно, когда вот свайпаешь влево-вправо, видно, что все-таки картинка будет более сглаженная и плавная. Но по насыщенности, конечно, омлет будет впереди, безусловно. Это потому, как более премиальное решение. Сравниваем углы обзора смартфонов. Я вот так вот по IPS скажу вам, что какой-то разницы не вижу. Во всех случаях IPS качественный, хороший, углы обзора везде хорошие. В целом, естественно, по насыщенности после передачи, может быть, чуть-чуть здесь различается, где-то есть различия. Но не забывайте, что в настройках вы это все дело можете тонко откалибровать. Так что тут какой-то такой вот ключевой разницы я лично не вижу. Ну, сами смотрите. Смотрите, вы видите разницу? Я нет, я не вижу, так что я думаю, вы тоже не увидите. Так, а вот если сравнить, конечно, IPS против AMOLED, вот здесь уже разница видна. Смотрите, IPS против AMOLED в Realme 7 Pro. Видно, что все-таки AMOLED более насыщенная картинка, более глубокий черный цвет. То есть есть преимущество у AMOLED. Но главное, что вот этих двух AMOLED-экранов на Mino 10 Lite и Realme 7 Pro есть функция устранения мерцания DC Dimming, поэтому зрение у вас уставать не будет. Сравниваем два AMOLED-экрана. По-моему, одинаково, хотя на Mino 10 Lite может быть самая малость понасыщеннее. Но не забываем то, что в настройках насыщенность можно все откалибровать. Так что, в целом, эти два смартфона я ставлю на одну ступень. AMOLED все-таки считается более премиальным решением. Вот, IPS теперь сравниваем против AMOLED. Ну, все-таки IPS, хотя здесь тоже хороший IPS, но глубокий черный цвет все-таки на AMOLED будет получше. Так что, в целом, по экранам, наверное, я выделю AMOLED, безусловно, и смартфоны с повышенной герцовкой. Это можно, в принципе, ставить смартфоны на одну ступень. Далее давайте сопоставим дисплей при прямых солнечных лучах. Что тут можно сказать? В принципе, конечно, небольшая разница между AMOLED и IPS видна. AMOLED будет немного поярче, но не сказать, что IPS прям-таки сильно проигрывает. В целом, запаса яркости остальных смартфонов тоже вам будет хватать. Так что проблем с использованием смартфона на ярком солнце здесь у вас не будет. Касаемо мобильных сетей, значит, все аппараты у нас поддерживают сети второго, третьего и четвертого поколения. Эти два смартфона также у нас поддерживают сети еще и пятого поколения. То есть здесь, безусловно, есть такой вот запас на будущее. Но при всем при этом, Realme V5, к сожалению, не имеет поддержки до 100-го бенда в 4G-сетях. И это, конечно, плохо, потому как 4G-сетей будет работать неполноценно. Ну, это вот недостаток то, что смартфон предназначен для китайского рынка. В остальных случаях таких вот проблем у нас нет. Касаемо разговорной динамики и микрофона, на всех смартфонах он работает одинаково хорошо. Везде меня слышало до собеседника хорошо и четливо, и собеседник также меня слышал без каких-либо помех. Но обращаю ваше внимание, что вот на минут 10 Lite есть недочет в плане того, что когда смартфон лежит в таком вот горизонтальном положении, датчик приближения почему-то не хочет работать и активизироваться. Поэтому фантомные нажатия в таком вот положении ухом не исключены. Только вот в горизонтальном, точнее вертикальном положении смартфон начинает нормально работать, и датчик приближения работает корректно. Так что вот видите, вот здесь как-то смартфон немного недоработан в этом плане. Касаемо звучания в наушниках, также вот вся информация перед вами, где у нас есть поддержка кодека IPTX. Вроде бы как говорят то, что IPTX не поддерживается на смартфонах с медиатеком, но на самом деле активизация этого кодека высвечивается, то есть вроде бы как есть. И могу вам сказать, что по звучанию в наушниках какой-то где-то разницы я не услышал. Скажу вам честно, слышал разные жанры, композиции. Все смартфоны стоят примерно на одной ступени. Тут в большей мере все зависит непосредственно от качества ваших наушников, насколько они хорошие. Если плохие, то звук будет плохой, если хороший, то звук будет отличным. Давайте проверим звук внешнего динамика у данных аппаратов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Само собой, моя петличная система не в силах передать весь тот звуковый спектр, поэтому давайте коротко расскажу, как у нас дело обстоит со звуком. Значит, следует выделить эти два смартфона, во-первых, потому как они имеют стереозвучание здесь, звук более такой вот объемный благодаря стереозвуку, но на Poco X3, конечно, он самый такой вот идеальный, потому как здесь и по запасу громкости немножко выше, плюс здесь, видите, сбоку сделали такую вот версию для динамика, поэтому он распространяется более грамотно. Значит, на третью ступень после этих двух смартфонов я, наверное, поставлю смартфоны от Xiaomi и Honor. Вот как-то они по запасу громкости немножко лучше, чем смартфоны Realme. Но на последнее место, наверное, все-таки вот Realme V5. Вот как-то вот здесь звук немножко хуже, чем на 6 и 6 Pro. Но не сказать, что прям-таки сильно большая разница. В целом, звук везде хороший, вполне адекватный, то есть запаса громкости везде будет хватать, подхрипывания, репения нет, но, по крайней мере, имеем, что имеем. Вот такая вот у нас градация по внешним динамикам. GPS-модуль у всех смартфонах одинаково хороший. Я снимаю рядом с балконом, на подоконнике, поэтому у меня, конечно, уровень сигнала просел. Но в целом могу сказать, что GPS-модуль у нас обедовая поддержка везде имеется, и спутники все смартфоны определяют одинаково хорошо. Для определения игровых возможностей я использовал три игры PUBG, Asphalt 9 и World of Tank. Вот те значения, на которых сможете играть комфортно, без каких-либо подтормаживаний. А какой можно подвести итог? Что, в принципе, все смартфоны с играми справляются хорошо, но первое место тут, конечно, за Honor 30s. Потому как у него есть запас на будущее, и графические тесты об этом сигнализировали. То есть по играм он, безусловно, тут будет лидером. Все остальные смартфоны, в принципе, можно ставить на одну ступень. Какую-то разницу в играх вы вряд ли сможете заметить. Может быть, самую малость, конечно, из этих семи аппаратов Poco X3 вырывается вперед, но опять-таки, совсем на незначительно. И вот самую малость, может быть, проигрывает Realme 6 из-за Helio G1ST, который имеет более такой вот подверженный процессор к троттлинг-тесту. Это говорит о том, что здесь все-таки графические возможности будут со временем проседать. Но опять-таки, эта разница настолько минимальна, что я бы сильно на ней не акцентировал внимания. По нагреву корпуса также вся информация перед вами и процессором. Перегрева нигде нет, так что по нагреву у всех смартфонов все в порядке. Давайте проверим яркость фонариков. Смотрим Realme V5, Realme V6 абсолютно одинаковые фонарики. Вот Xiaomi Redmi Note 9 Pro немного поярче. Опять-таки, Realme, видите, немножко потусклее и оттенок другой. Poco тоже достаточно неплохой, яркий. Вот видите, Realme самую малость потусклее. Minus 10 Lite. Оттенок различается, но тоже, в принципе, по яркости хороший. И Honor 3DS тоже по яркости хороший. Так что по фонарикам может быть самой малость. Realme не уступает, но не сказать, что прям-таки сильно большая разница. Далее перейдем к информации по камерам. Все смартфоны у нас имеют по 4 модуля. Значит, основной объектив в подавляющем большинстве на 64. Здесь на 48 мегапикселей. Также, видите, сенсор у нас различается где-то от Samsung, где-то от Sony. От Sony более выигрышная ситуация, сразу могу сказать. Также широкоугольный объектив имеется. Есть макрообъектив везде. И еще такой вот портретный объектив. А у Realme 6 Pro у нас есть зум-объектив. То есть это более выигрышная ситуация, потому как портретный – это такой вот более номинальный сенсор. Значит, по функционалу камеры. Он во всех смартфонах примерно соизмерим. В принципе, тут можно спорить, где лучше, где больше. Но вот чем мне нравятся смартфоны Realme? Тем, что у них, меру, есть у этих смартфонов ночной режим штатива. И снимки получаются в этом режиме более повышенного качества, если использовать штатив. Xiaomi, меру, мне нравится тем, что у них есть режим влога, где у нас коротенькие ролики можно соединять на смартфоне и получать такие вот красивые переходы. Ну а так, также вот 7 Pro немножко выделяется по функционалу, потому как тут у нас есть там всякие прибамбасы в плане того, что ночная видеосъемка присутствует. Также можно выбирать видеосъемку с определенным цветом. То есть здесь есть тоже такие свои преимущества. Но, вы знаете, в принципе, могут быть обновления, выходить на смартфоны и какой-то функционал пополняться. Так что я бы сильно на этом не акцентировал внимание. А вот на чем бы я с акцентирования внимания, так это на видеосъемки. Вот по видеосъемке все смартфоны разрешения у нас поддерживают 4К, но стабилизация поддерживается не во всех аппаратах. Поэтому в видео, естественно, вы где-то будете писать в Full HD разрешение, где-то в 4К. Ну и также стабилизация в разном разрешении у нас поддерживается не во всех смартфонах. Где-то у нас при 60 кадрах в секунду поддерживается в Full HD, где-то только при Full HD 30 кадров в секунду. Тоже обращаю ваше внимание на эти аспекты. Теперь посмотрим на информацию по фронтальным камерам. У Realme 6 Pro опять-таки у нас две фронтальных камеры, то есть немножко более выигрышная ситуация. Но при всем при этом стабилизация опять-таки не во всех смартфонах у нас есть. Вот почему-то Xiaomi не хочет ставить стабилизацию при видеосъемке в своих камерах. А у Xiaomi и Realme у большинства аппаратов стабилизация при видеосъемке с фронтальных камер поддерживается. Но там перейдем к примерам фото и видеосъемки и сможем наглядно убедиться, где насколько лучше фотографируются аппараты и где лучше делается видеосъемка. Произведем сравнение тест наших камер. Значит, запись в виде производится в Full HD и 4K разрешении на разных аппаратах. Давайте посмотрим на работу автофокуса, как она себя показывает на разных смартфонах. Теперь давайте пройдемся, посмотрим на работу стабилизации. Где-то при Full HD, где-то при 4K разрешении уже. Произведем цифровой зум, где-то он больше, где-то меньше. Стабилизация и детализация, как видите, показывают себя по-разному. В целом, качество здесь съемки везде достаточно неплохое, но разницу в стабилизации и детализации сами можете оценивать. Теперь проверяем запись видео при недостатке освещения. Сейчас снимаем Full HD разрешение на всех аппаратах для чистой эксперимента. Проверяем работу автофокуса. Дальний объект съемки. Смотрим на работу стабилизации на разных смартфонах. Теперь выключаем свет, смотрим, насколько светосильная апертура на разных аппаратах. И еще раз проверяем работу автофокусировки. Начнем с широкоугольного объектива. Лидером тут является Poco X3. Благодаря более высокому разрешению получаем более детализированную картинку. У всех остальных смартфонов он примерно стоит на одной из ступеней. Есть, конечно, различия в световой гамме, но тут смотря как еще сфотографировать. Теперь перейдем к основному объективу. При хорошем дневном свете, в стандартном режиме, большой разницы в качестве фотографий вы не увидите. Все тут фотографируют одинаково хорошо, и кого-то выделять я бы не стал. В режиме повышенного разрешения, как по мне, лучший тут Honor 30S и Realme 6 Pro. А вот аутсайдера я не увидел. В теории, конечно, Realme V5 должен быть хуже всех, потому как там 48 мегапикселей против 64 у всех остальных. Но по итогу, V5 держится вполне бодро. И к худшему я бы его не отнес. Если использовать режим двойного зуммирования, можно увидеть преимущество Realme 6 Pro, так как у него единственного есть зум-объектив. Приближение тут оптическое, у всех остальных идет простое цифровое приближение, и, соответственно, детализация хуже. Режим HDR при контровом освещении у всех смартфонов работает одинаково хорошо. Макро-режим немного лучше в смартфонах Redmi Note 9 Pro и Mi Note 10 Lite. В остальных случаях разница очень и очень минимальна. При комнатном освещении какую-то ключевую разницу в фотографиях лично я не вижу. Снимки со вспышкой хуже всех получились в смартфонах Realme 6, 6 Pro и V5. Остальные держатся наравне. В темноте лучшим, как по мне, является Realme 7 Pro. А потом идут Honor 30s и Xiaomi Mi Note 10 Lite, ну и далее все остальные. Ночной режим, конечно, немного выравнивает общую картину, но лидеров не меняет. По фронтальной камере лучший тут Honor 30s. У остальных ситуация плюс-минус на одном уроне. Разве что можно еще выделить Realme 6 Pro за счет наличия широкоугольного объектива. Портретный режим баке во всех аппаратах показывает себя хорошо. Каких-то проблем с неправильным выделением контру я не обнаружил. В темноте динамика лидера Honor 30s сохранилась. У всех остальных все идет наравне. Посмотрим на емкость стройных аккумуляторов и значение разрядов смартфонов при разных условиях. Час просмотра я видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. Час игры в Asphalt 9 при таких же значениях яркости. Насколько смартфоны снадятся за ночь при активной PC-карте. И также сколько они теряют после моего стресс-теста. Что тут можно сказать? Автономность у всех смартфонов хорошая. Но вот Xiaomi немножко вырывается вперед за счет более емких аккумуляторов. Realme и вот Honor проигрывает. Но с другой стороны вот Honor выигрывает за счет более мощного зарядного устройства. А вот Realme 7 Pro напротив самый крутой по скорости зарядки. У него 65 Вт. И поэтому заряжается он вообще очень и очень быстро. А Xiaomi по скорости зарядки будет немножко уступать. Потому как аккумуляторов емкость больше. Так что видите, в чем-то смартфоны лучше по автономности Xiaomi. В чем-то смартфоны лучше по скорости зарядки. Такие как Realme и Honor. Ну что ж, друзья. Пришло время подвести итог. Как и всегда, для того, чтобы вы был максимально структурированным и объективным, воспользуемся нашей сравнительной таблицей со всеми характеристиками. Как я уже неоднократно говорил, победителей или проигравших в моих сравнительных мега-взорах нет. Итоговые баллы это, конечно, хорошо, но они отражают мою субъективную точку зрения. Приоритеты и, соответственно, значимость тех или иных баллов у вас могут быть другими. Отсюда и победитель у каждого свой. Для одного в приоритете производительность, для другого автономность, третьему камеру самую лучшую подавай. Для этого я и создал эту таблицу, чтобы наглядно вам продемонстрировать, в чем смартфоны различаются и насколько эта разница существенна. Да и цены, как вы знаете, регулярно меняются. Сегодня один может быть смартфон более выгоден, но завтра другой. Актуальные цены по ссылкам внизу в описании. Просматривайте и выбирайте, исходя из нынешней обстановки. Благодарю всех за внимание. Пишите в комментариях, какой аппарат для себя, если представленных выбрали бы вы. И какой параметр в смартфоне для вас является ключевым при выборе такового. Также советую ознакомиться с другими мега-обзорами, которые структурированы в отдельный плейлист. Но не забываем про подписку, колокольчик и лайки. Набираем 3000 лайков и я сразу приступаю к следующему мега-обзору. Смартфоны для такого у меня уже есть, так что от вашей активности зависит скорейший выход следующего мега-обзора. Всем спасибо за внимание, не болейте и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok